Друзья, мы в Новороссийске, мы на берегу бухты, мы в самом что ни на есть центре города, и здесь пришвартован вот такой красавец, крейсер Михаил Кутузов. На корме развивается Андреевский флаг, а на палубе уже наша группа. И вот сейчас я пойду туда же. Сегодня этот крейсер является музеем, поэтому поднимаетесь, сразу видна касса. А дальше экскурсия по палубе совершенно уникального корабля, на котором можно побывать, если вы оказались в Новороссийске. Это прямо хорошо. Вот так звонко и мелодично звучит наш корабельный колокол. Также на корабле существует такое поверье, кто его изнутри потрет и загадает желание, у того оно обязательно сбудется. Но ни в коем случае нельзя тереть его снаружи. У того, кто снаружи потрет желание, не сбудется. И тот, кто завтра в 6 утра будет его натирать, будет вас очень нехорошо вспоминать. Итак, на обратном пути мы с вами выйдем через вот эту бронированную водонепроницаемую дверь. Вы сможете загадать желание и пофотографироваться, но только на обратном пути. Сейчас к нему никто не подходит и больше в него никто не отбивает. Поднимаемся наверх за мной. Все по-флотски, серьезно, с хорошей дисциплиной. Вы видите, какие виды открываются с палубы и отлично. С правой стороны виден порт Новороссийска. И, собственно говоря, сама бухта. Вот мы забрались на катерную площадку с помощью вот этого крана. В свое время спускался на воду небольшой барка сместимостью. Человек такой так 80. Вот здесь он в свое время стоял. А на грот мачте еще, заметьте, пожалуйста, друзья, вот такие две полусферы. Их сейчас отлично видно. Это для системы связи штуковины. То есть из любой точки планеты в свое время крейсер мог выйти на связь. А вот мы выходим на нос Михаила Кутузова, на нос нашего крейсера. Вы видите носовое орудие. Очень серьезное, что сказать. Калибр ствола 152,4 миллиметра. Дальность стрельбы прицельная до 32 километров. Скорострельность 6-7 выстрелов в минуту с одного ствола. И обратите внимание на флаг, который развивается на флагштоке. Его часто путают и называют флагом Великобритании. Называется он Гюис или Крепостной флаг. Был придуман он еще Петром Первым. Почему Крепостной? Потому что когда корабль первого, второго ранга или крейсер опускает свои якоря у причала, он становится своего рода крепостью. Оттуда и пошло это название. Вот это мы уже спускаемся вниз, в укрытой палубе. Вот такие кабель-каналы хорошо видны. И здесь они ничем не защищены, не закрыты. Не обшит, как видите, крейсер деревом изнутри. Чтобы можно было в случае чего любое повреждение быстро найти и устранить. Понятно, что и голову приходится пригибать и не раз. Трапов много и надо везде подниматься и спускаться бегом. Вверх птицы и вниз птицы всегда и везде. Таков закон движения по кораблю. Вот так. Здесь фотографии именитых гостей крейсера Михаил Кутузов. А вот здесь небольшой стенд, рассказывающий о том, как крейсер снимался в кино. Фильм «Увольнение на берег» в начале 60-х снимали ровно на этом крейсере. С молодым Высоцким. Итак, мы с вами находимся в салоне офицерской кают-компании, где офицеры в свободное от службы и вахты время могли прийти отдохнуть, почитать газеты, труды Карла Маркса. Если понял, садился и играл в запианино. Играли в шахматы. Уже в те времена нашими советскими офицерами было придумано дистанционное управление. Сюда ставился вахтенный матрос, брал руки по ссатижи и по командам офицеров переключал каналы на этом прекрасном телевизоре. Вот такое дистанционное управление. Также курение на всем корабле было разрешено только в этом помещении. Перед вами находится универсальная пепельница. Это ни в коем случае не кальян. А мы с вами проходим далее в саму кают-компанию офицеров. Точно, крейсер Михаил Кутузов на Неве. Отлично видно набережная. А вот и все его походы. И Таллинн, и Леяпая, и Балтийск. База нашего флота. Сегодня Калининградская область. Ну а мы в кают-компании. В первую очередь это было место, где они кушали. Здесь также существовало свое негласное правило. Здесь у каждого офицера было свое собственное место. И в отсутствии одного офицера другой ни в коем случае не мог его занимать. Чем ближе это место было к вот этому вот центральному столику под портретом Ленина, тем выше было звание офицера. Дело в том, что этот столик занимал командир корабля. Но сюда он крайне редко спускался. Только по приглашениям офицеров и в дни приема торжественных мероприятий. А это мы идем к медотсеку. И вот сейчас можно, нам сказали, даже заглянуть сюда, где когда-то лечили моряков. Запах медикаментов. Тут даже два иллюминатора. Здесь был свой рентген-кабинет и даже своя стоматология. Здесь мы идем дальше, походу, знакомясь с заповедями морскими. Вот это, я считаю, гениально. Не движется, покрась. Это супер. А теперь идем смотреть кубрик, который наш экскурсовод называет элитным. Ибо всего-то 27 человек размещались там. С удобством и комфортом тюрьмы. По-другому не скажешь. Вот они, металлические койки. Спали чуть в согнутых коленях. Бывали кубрики и на 50, и на 60 человек. После такой экскурсии мало кто захочет быть моряком, правда? Но это увидеть точно стоит. Ну что же, я потихонечку выхожу уже на открытую палубу. Вот он, тот самый колокол, который нужно обязательно потереть изнутри. Что я сейчас и сделаю. Загадаю за всех за нас желание. И вот здесь на этом будет завершаться наша экскурсия по крейсеру Михаил Кутузов. Друзья, напоследок морская мудрость. Помните, что существует на флоте полный вперед, полный назад и полный капец.